Всем привет! И, наконец-то, влог! Давно я не снимала, прям аж разучилась. В общем, сегодня самый обычный день. Сегодня 28 мая. Это день независимости Азербайджана. Сегодня праздник, должен быть какой-то парад, но я чуть ничего не вижу. Поэтому, наверное, с подружкой пойдём погуляем. Не именно из-за этого мероприятия, а просто хотим увидеться. Давненько с ней не виделись. Там надо обсудить некоторые моменты в нашей личной жизни. Мы сейчас с подругой можем часами просто болтать. Часами! Прикиньте. Ну, не знаю, я, например, рисую, она тоже что-то делает, и мы болтаем. Например, она готовит, я рисую, и мы болтаем. Обсуждаем просто всех. Девочки, смотрите, что я, наконец-то, нашла. Это блески от флёр. Я в своём видео в тиктоке их показывала, то есть на фотографии показывала. Я когда училась в седьмом классе, у меня была подружка Даши, и мы с ней постоянно мазюкались этими блесками. И с тех пор, где-то, наверное, лет 10-15 я ищу эти блески. И вот, наконец-то, они у меня. Взяла прям последние. Я там на странице в Инстаграме нашла их. И там в комментариях девчонки тоже писали, что это блески моего детства. Пишите, если у вас тоже в детстве были такие блески. Тут у нас вовсю уже летят военные самолёты, парад. Я не успела заснять, конечно же, как только я взяла в руки камеру, всё закончилось. Ну, конечно, с нашей части города не особо видно. Точнее, ничего не видно. Но да ладно, обойдёмся. Я сейчас буду гладить вещи. И это буду делать вот этим вот паровым утюгом, который купила сравнительно недавно. И что я вам могу сказать о нём? После нескольких применений я поняла, что это очень неудобно. Либо у него мощность маленькая, воду нужно постоянно наполнять. В общем, много заморочек. Лучше брать помощнее какой-то. Хотя вроде от Тефаль, но не очень. Мы встретились с подружкой. Подружку вы тоже увидели. Сейчас идём в сторону бульвара. Народа в городе очень много, потому что у нас праздник, День независимости. Вроде как был концерт или что-то связанное с этим. Но мы на него уже не успели, конечно. Ну, зато просто погуляем, посидим. Но народа очень много. Я боюсь, как мы вернёмся домой. Надеюсь, что служба такси будет работать нормально. У нас в Баку есть вот такая улица, где очень много ресторанов. Также очень много всяких магазинов. Можно, например, пошопиться. Потом с подружкой где-то сесть, покушать, поболтать о том о сём или просто погулять. Прямо посреди улицы продавались вот такие картины. Очень даже красивые, каждая из которых стоила 30 монат. Как я поняла, это просто распечатка. Но я могу ошибаться. Мы нашли с подругой укромное местечко и решили сесть здесь. Ну, а вообще в ресторанах поблизости всегда очень много народа. Просто палец негде поставить. Но в этом заведении было мало народу, когда мы туда сели. Потом появилось много. И стоял такой гул. Не было слышно. Я, если честно, такие заведения не очень люблю. Я люблю, когда всё спокойно. Музыка не сильно играет. Можно спокойно поболтать. Недолго думая, мы решили заказать пиццу. Мы взяли смешанную. Но там внутри были грибы. Мы попросили их не класть, потому что у меня подруга просто не переносит. Грибы. А так пицца была большая и очень вкусная. Также в самом ресторане мы увидели такую витрину со всякими сладостями. Всё смотрелось очень аппетитно. И прикольно, когда ты можешь увидеть в жизни блюдо, которое ты заказываешь. А очень сильно меня удивил. Если честно, туалет, а особенно вот эти раковины. Как-то очень странно смотрится. Возможно, это какое-то дизайнерское решение. Напишите в комментариях. Возможно, я не в теме. Потом мы вспомнили вообще, зачем мы сюда пришли. Я хотела вам снять ночной Баку. Мне часто пишут в комментариях, что видят тут, там ночную красоту Баку. А я это не показываю, не гуляю, не снимаю. Если честно, мне кажется, это не очень интересно людям. А если вам интересно, то обязательно отпишитесь. Я буду снимать для вас контент про красивые места в Баку. Ну, дайте мне знать, дайте сигнал, и я пойму. Вот это, например, Flame Towers, и там турецкий флаг. Там то горел азербайджанский флаг, то турецкий. В общем, сегодня был праздник, но мы на него не успели. Уже ничего не было. Вот здесь уже азербайджанский. Правда, моя камера не совсем передает, как есть оно на самом деле. Но выглядело очень красиво. Вообще, ночью Баку по-особенному красивый. Также люди были в такой атмосфере, так скажем, праздника. А все гуляли, очень патриотичные песни слушали. И я увидела девушку, которая гуляла с турецким флагом. И прям как будто на заказ погода тоже была просто обалденная. Мы с подругой сидели, долго обсуждали всякие моменты личного характера. Она рассказывала про свои проблемы. Я рассказывала про какие-то неудачи в своей жизни, про проблемы. Она у меня такой человек всегда выслушает, что-то посоветует, что-то мудрое скажет. Если я не права, обязательно меня поправит, поругает меня, так скажем. Вот, поэтому отдохнули от души. Возвращаясь к вам на следующий день, сегодня мы идем на пикник. Это придумал мой брат. Я сегодня должна пофотографировать Эмильчиком, его племянника. Как раз покажу вам, как он быстро растет. Такой красавчик. Я представляю, что когда я буду уже пожилая, он будет такой брутальный парень. Красавчик. Все девочки будут такие, вау, какой красивый парень Эмиль. Я беру с собой свою камеру. Многие у меня спрашивали, у меня Canon 700D, но я снимаю на Mark III сейчас. У меня есть такой чехольчик, сейчас помещаем сюда и двигаемся уже. Мы немножко даже опаздываем, но я знаю, что мой брат обязательно опоздает больше, чем я. Поэтому можно не торопиться. Такое происходит у нас в пятилетку. Прикиньте, у меня брат уже внизу. Он не опоздал. Даже приехал чуть раньше. Мама говорит, что брюки выглядят плохо. Почему нормально? Просто у них талия просто огромная у этих брюк. Надо с ремешком. Нет, эти внизу не красивые. Но они просто мне короткие. Так получилось, что они мне короткие. Они такие пришли. Они уже внизу. Неужели? Я просто не верю своим глазам. Нам курочку. Подождите, давайте Эмильчика вам покажу. Ой, какой сладкий мальчик. Смотрите, какой мальчик сладкий. Какой сладкий спит. Я прям не могу. Вырос уже. Изначальная идея пойти на пикник в парк поблизости мне показалась не очень. Но я все-таки решила согласиться на эту авантюру. Всю дорогу просто с невозмутимым лицом Эмильчик спал в своем кресле просто как король. Я вмиг подумала, блин, как хочется вернуться в детство, в его возраст. Приехав до пункта назначения, я была приятно удивлена, что у этого парка есть просто огромная парковка. И это очень удобно. Особенно у нас в Азербайджане. Вообще всегда машину поставить негде. Здесь такой проблемы нет. Электрические самокаты час стоят 5 монат. На бульваре у нас 6, а здесь 5. Чуть подешевле получается. В парке, конечно, очень атмосферно. Здесь вот люди на пикнике. Мы тоже пришли сюда на пикник. Но народу очень много здесь. Реально, посмотрите, вот в ту зону там вообще дофига людей. Не знаю. Короче, здесь еще поливают. Вот так вот. И там люди на пикнике. И здесь люди на пикнике. Посмотрите, как классно. И погода обалденная. Мам! Куда мама вещи не идет? Я не понимаю. Мама! Еще мама полила этот лейк. Веду я, значит, по парку. Посмотрите, кого я встречаю. Она учится вместе с моей племяшкой. Сальбин, как тебя зовут? Милана. Милана. Наконец-то я нашла тот режим, который при таких погодных условиях снимает офигенно. В общем, мы нашли нормальное место под этим деревом. Здесь можно устроить пикник. Но места дофига здесь и людей много. Очень классные парки. Вы недавно открыли. Очень удобно для людей. Смотрите, как много людей здесь. То есть надо убрать обязательно после себя, чтобы было приятно потом другим людям сюда приходить. Смотрите еще... Хотя нас плохо видно, да, девочки? Нас плохо видно. Всем передавайте привет. Привет! Кого как зовут? Меня Нурась. А где Натрин? Да. Конечно. А где моя шаурма без лука? Давай, вот. А, вот здесь лук. Здесь лук? Не без лука? Курицу хотела. Я курицу хотела. Ну вот есть. О, моя шаурма. Спасибо, братик. Подруг. Погода просто супер. Класс. Столько детей, столько людей здесь вокруг. Я столько подписчиков встретила. Столько, наверное, не встречала никогда. Впервые в жизни столько встречала. Четв growth. Просто супер. прикиньте что сейчас подошли две мои подписчицы и принесли мне вкусняшки честно так приятно реально не передать отказалась бы мелочи настолько приятным снимите какие вкусняшки кушать сладости от подписчица в ходу ну как братик супер вкусно очень очень супер да так приятно давай мы тут устроили полежанки конечно что за вопросами задаешь какая классная погода надеюсь что здесь нету змей я слышал что в баку нашествие последнее время змей очень много везде в чем такие крупные у нас это было на ушка славила что позвонить сейчас мы быстренько переоденем имельчика так как 0 светленно мы прям на друг дружку я шоколадная дедушка мороз чтобы получать зарядный витамин d мы решили переместиться но зону где есть солнышко немножко холодно стало на самом деле мы решили переместиться сюда нехватку витамина d нужно восполнять мы этими занимаемся сейчас альбины все остальные сидят в тенечке а мы на солнышке такая атмосфера классная на миллион раз уже сказала об этом столько кто-то они тоже 100 процентов на улице ну что это просто пакеты альбиночка эти фотографии до видео в общем мы офигенно отдохнули а сейчас направляемся в сторону дома брат сказал что он купил очень хорошее мясо что куда они туда мы идем я думаю что он не машет не туда в общем папа твой папа брат купил очень вкусное мясо замариновал оказывается сейчас будем делать шашлычок типа мне очень приятно сердечком и типа как подписчица когда мы приехали здесь не было столько машин посмотрите сколько людей приехало это значит в этом парке люди не только вот из этих домов а приезжают из всего района хотя у нас около дома строится на подобии парк и он будет очень близко к нам но это тоже близко но будет еще ближе чувак у нас которого я незнавидно американского лучше